всем привет с вами юля сегодня у меня 9 февраля воскресенье и посмотрите что происходит у меня на моей вышивке с моими котами у меня осталось зашить вот такой маленький кусочек честно говоря я думала что я сделаю это еще субботу 8 но у меня вчера был такой день у нас были семинары какие-то дела и я вышивала мало пыталась завершить ночью уже сидела в час ночи пыталась доши тут ну чуть-чуть 100 крестиков осталось но я поняла что я не могу сбиваться своего режима дня и поэтому оставила все на сегодня сарусь до вышиваю эти крестики и мы с вами встретимся буквально через секундочку уже с готовой постиранной поглаженной работой и вы полюбуйтесь я вместе с вами на то что у меня получилось и так 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 итак настал тот момент когда я наконец-то с радостью могу представить вам полностью готовую завершенную постиранную поглаженную работу а вот такая красота у меня получилось с трудом она помещается в кадр потому что мне камера сейчас с обычным объективом без расширяющего но чтобы лучше хорошо передавались цвета я использую эту камеру но к сожалению есть вот такой вот момент что очень сложно поместить работу в кадр я сегодня ее стирала гладила вот когда снялась с моего станка очень очень мне было приятно и радостно полюбоваться на вот эти яркие сочные краски летняя работа солнечная и вот она такая дачная вспоминаю сейчас тема тот момент когда я приступала к этой работе это как раз были летние дни что-то август по-моему да по-моему августе там сентябрь и мне хотелось вот этих красок вот этого летнего настроения дачного замечательная работа давайте померяем посмотрим какой получился на выходе размер работы размер работы у нас 38 практически 38 на 35 а что у нас было указано на обложке 35 и 4 37 и 7 ну в принципе да все нормально ничего даже не подсело здесь у меня снова 2 гард оригинальный набор золотое руно на крылечке еще раз напомню дизайнер кроме на елена вот и использовала здесь 47 цветов но очень много даже было блендов вот так же здесь использовался крест полукрест никакого бы стичей французских узелков нет вот просто крестик и полукрестик вышивается очень легко я знаю что девочки тоже вдохновились и кто-то приобрел этот набор вышивается очень легко просто вот знаете нет каких-то сложностей здесь большие крупные цветовые участки зашиваются особенно ну что сказать но вот эти вот все перила белым цветом да здесь используется еще несколько оттенков серого ну зелень тоже такими цветовыми пятнами вышивается все вышивается очень очень просто но за исключением вот где у кошечек голова либо лапки в этих участках может часто меняться ниточка но это такие маленькие участки в общем-то абсолютно несложно выполнить эти действия ну много полукреста как убедите левая сторона здесь очень много полукреста и как вы видите работа у меня абсолютно ровно и и не перекосила ничего не искривилась даже несмотря на то что вот одна сторона здесь вышивается вот так вот полукрестом сюжет очень очень не нравится как я уже сказала здесь две кошечки два котика два воробушка вот ну коты такие сыты и ленивые они просто наблюдают с интересом за птичками и вот такие вот наливные сочные яблочки украшают работу шикарно смотрятся этот набор я покупала очень очень давно мне его привозила собственно ручно наташа с москвы везла его для меня и вот он лежал лежал как-то знаете все не доходили руки и хорошо что вот наш совместный проект мои любимые коты 2 я решила что надо брать этот набор в работу хватит откладывать и я рада что у меня все получилось но почему-то его вышивала так долго я даже сама не пойму как у меня так получилось вышивала вышивала ну вот дошила еще такая маленькая пауза по ниточка ниточки я все снова переодела на планшетки схему я выброшу не буду ничего сохранять просто хотелось показать вам по ниткам что осталось и и вообще как обстоит дело но во первых ниточек у меня всех хватило во вторых остался запас небольшой но тем не менее запас присутствует может быть 30 процентов я бы так сказала из запаса вот видите каких-то цветов здесь было могло быть одного цвета несколько ячеек вот как белого до его много ушло но вот практически целая ячейка еще осталось вот зеленого было много но тоже остались ниточки много ниточек я сняла с игл выбросила поэтому запас ниточек очень очень хороший вот такая планшет очка здесь у нас три полных было планшетки и одна маленькая добавочная всего 63 ячейки и вот видите зеленых очень много осталось красные тоже есть я извиняюсь за мои ногти если где-то видны у меня с ногтями происходит какая-то болезнь не могу сказать что прям аллергия вот как у марины прокопенко до аллергия от геля для для ногтей появилась у меня не аллергия но у меня что-то похожее потому что очень стали ногти ломки не просто ломки они утончились и просто все сломались под корень и привести их в какой-то порядок очень сложно они побелели и с ними происходит в общем не аллергия но тоже какой-то непонятный эффект поэтому я сейчас их не крашу даю им отдохнуть пью витамины но если где-то что-то попадается в кадр вы меня простите не судите строго это вам потому что болеют ногти видите ниточек очень очень много осталось я думаю что они мне конечно же пригодятся ниточки здесь хорошие модера короткие но все равно вышивать можно и этими ниточками складываем в два и вышиваем так что еще вам показать рассказать о данном процессе кстати нитки я вообще не снимаю с планшеток я их вот так скручиваю и кладу в коробку с остатками вот так вот они там лежат а когда мне может что-то понадобится я уже из из той коробки вынимаю остатки и могу что-то подбирать вот такая у меня красота получилась это первая работа готова этого года большая работа здесь же полная зашивка я этому очень очень рада да конечно большая часть была вышита 2019 году но мы всегда считаем по дню завершение поэтому так как в итогах 19 года на уме никак не учтена она учитывается в итогах 2020 года и и вот в январе когда эта работа перешла у меня было вышито вот примерно по эту линию то есть ну почти пол работы я вышивала уже январе феврале думал что вы еще быстрее но как я говорила последнее время у меня очень мало времени и и скорость упала вышивая по два по три часа в день 500 600 крестиков как-то вот совсем маловато единственно на выходных бывает возможность и я могу где-то как-то поднагнать и вышить 1500 2000 крестиков за выходные да ну вот как-то так вот такая у меня красота такой прекрасный итог так же я в этом видео хочу показать что у меня началось за это время поэтому не переключайтесь и как я говорила я хочу сразу приступить и к вышивке вот этого дизайна это подарок от ольги лаптевой наборчик от ты гувернер вот так голландия 22 на 27 сантиметров это монограмма моей моего имени юля на английском языке да и я хочу начать этот наборчик давайте вместе с вами откроем посмотрим комплектацию и итак мы видим ниточки яркие красивые давайте посмотрим как они здесь у нас упакованы укомплектованы вот так на планшет очках на скольких на одной одна планшетка так согнутая ниточек цветов много цветов много но их немного по количеству буквально по одной по две пасме каждого цвета они просто перекинуты нет здесь узелочков как обычно но и чтобы они не убежали вот такой липкой лента они скреплены здесь ниточки у нас дмс как мы видим что у нас есть написано мы сейчас ознакомимся в инструкции подозреваю что здесь вышивка в одну ниточку крест в одну ниточку лен так здесь такая оголка огроменная такой лен такая огроменная иголка так кусочек лена у нас вообще маленький маленький кусочек лена вот такой вот кусочек лена давайте я его померю у меня под рукой здесь сантиметр 34 34 на 26 маленький будет запас края нужно будет обработать классный такой я давно на лне на таком ничего не вышивала сейчас буду кайфовать так 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 а оказывается здесь у нас целый и можно выбрать любую букву представляете вот оно что все но на дизайн на обложке не я буква так ох уже испугалась а не ничего нормально видно мне почему-то показалось что схема знаете смазана и не четкие значки нормально все видно так объем здесь не очень огромный так 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 где у нас ключ посмотрела инструкцию так как здесь все на английском я ничего не поняла и то что здесь у нас показано тоже мне непонятно что здесь написано что вот какое-то внимание нужно обратить стрелочка такая какой-то значок нужно ознакомиться наверное в инструкции но мне пока не понятно поэтому нужно будет ждать мужа чтобы он мне прочитал и четко и мятно объяснил как мы вышиваем в одну ниточку или две ниточки и я сразу буду приступать я хочу сделать свои первые крестики яркие цвета все так интересно лен такой приятный поэтому очень хочется сразу приступить и повышевать немножко этот дизайн и так есть у меня старт феврале месяце я показывала вам в итоге за январь месяц мои подарки от Ольги Лаптевой Олечка большое тебе спасибо за такое внимание за подарок я ценила очень-очень приятно и я говорила что я сразу же найду найду начну начну этот набор набор от фирмы Тея Гувернюр вот такой медальон с монограммой размер данного набора у нас 22 на 27 сантиметров да вот такой вот наборчик я открыла и сразу приступила но часть видео где я делал обзор у меня почему-то стерлась поэтому ну посмотрим уже в принципе в процессе хочу показать вам схему схемка у нас вот такая большая схемка формата А3 самая большая масса вышеки расположена внизу понятное дело здесь идет такой достаточно большой объем первое то что меня как бы сразу удивило то что здесь идет сетка не 10 на 10 крестиков а 6 на 6 крестиков я когда стала считать сначала определять центр я немножко не поняла думал такая большая работа будет размер стоит 22 на 27 сантиметров но потом я уже обратила внимание что здесь идет квадратик 6 на 6 вот в ланарт делают 5 на 5 а здесь вот 6 на 6 интересная такая разбивка но в принципе очень удобно и логично второй момент который меня здесь удивил в схеме те гувернюр я те никогда еще не вышивала и у девочек особо внимание не обращала на схемы те потому что в основном все вышивают по крустить сага но я еще пока не дошла не доросла до крустить саги у меня точнее есть программа петер мейкер я умею ей пользоваться умею вышивать по программе но мне удобнее когда у меня бумажка под носом так как-то проще вот и то что у меня здесь удивило на этой схеме то что схема отрисована от руки да да схема отрисована от руки вот если присмотреться к значкам видите они все в общем-то разные эти кружочки и понятно что схема отрисована от руки возможно потом ее копируют один раз отрисовала ты и потом копируют и все вот схемка вот такая здесь я честно не поняла нужно вышивать в одну ниточку либо в две ниточки крестик нет особых каких-то пояснений для меня понятно но здесь на английском языке есть я английского не понимаю вроде бы читала читала может здесь английского нет не знаю в общем я решила для себя что я буду вышивать в две ниточки потому что здесь лен достаточно крупный и в одну ниточку было бы совсем тоненько просвечивалась бы я решила вышивать в две ниточки а если мне не так не хватит я потом добавлю из своих поэтому нет проблем вот второй лист со схемой здесь видите весь алфавит представлен поэтому можно вычесть любую букву вот ну я буду вышивать свою букву на английском моим Юля пишется так вот две схемки и ниточки давайте посмотрим конечно они уже не такие ровненькие красивенькие и вкусненькие потому что я уже повышивала соответственно уже у меня здесь произошло некоторое действо с ними и они немножко уже подлохматились вот ну ниточки у нас вот такие яркие красивые вот такая у меня ленивая здесь организация я спешила мне хотелось быстро начать поэтому я планшетку с нитками приколола просто вот на такой материал спененный так как он называется который использую для транспортировки разной техники у меня много этих упаковок и я ими очень пользуюсь часто и очень удобно и иглы в такая прямо отверстие где есть этот цвет ниточки ниток немного цветов много но самих немного то есть каждого цвета здесь по одной по две но вижу три пасмы максимум то есть совсем чуть-чуть возможно на вышивка рассчитана на вышивку в одну ниточку но я решила вышивать в две чтобы было плотненько хорошо если я буду делать подушку чтобы было так сочно и давайте посмотрим поближе то что получилось ну вот дело еще более больше увеличения перед вами основа я здесь сделала для себя небольшую разметку ниткой определила просто центр и нижнюю часть границу работы чтобы знать откуда мне начать и как вести работу и вот вышелся у меня здесь вот такой небольшой фрагмент практически две розы готовы не хватает возможно здесь каких-то лепесточков у роз чуть-чуть какого-то обрамления и будет у меня готовы две розочки вышивается легко и интересно и приятно для он крупный ну 14 каунта и поэтому вышивка идет очень-очень хорошо крестики ложатся аккуратно и красиво и вот давайте сравним по прогрессу с картинкой где я вышиваю вот у меня вышита одна розочка маленькая вот вышивается вторая да вот эти две здесь у меня около тысячи крестиков такое небольшое продвижение буду эту работу брать наверное тоже какими-то набегами два-три раза в месяц и потихонечку она будет у меня продвигаться нравится то что получается здесь конечно не та реалистичная проработка как умеют делать сейчас дизайнеры здесь больше таких в таком стиле пятидесятых шестидесятых годов но в этом тоже есть своя прелесть такой эффект знаете старины этот эффект он тоже создает свой уют что-то такое приятное и наверное поэтому глядя на эти розочки мне захотелось эту работу оформить в подушку но это пока у меня такие мысли что я хочу оформить ее в подушку как я говорила сделать большую подушку с кружевом с рюшечками чтобы это было такое знаете легкое воздушное девочкина девочкина но может быть у меня мои планы изменятся я не знаю пока буду ее вышивать и буду наблюдать за своим вдохновением как у меня пойдет вот такая красота крестики получаются ровные конечно классно такие розочки вот так сбоку когда смотришь как мозаика да пухленькие крестики это то что касается нового старта ты ну а так как завершился мой основной большой процесс моей кошки и освободился большой станок мне туда нужно что-то разместить вы знаете то что помещается на мой станок всегда очень хорошо продвигается и безоговорочно потому что это основное мое стандартное рабочее место и когда есть время я могу сесть всегда вышить пять десять крестиков и свободно уйти оставить работу это не так как какой-то другой процесс который нужно мне достать настроиться все вытащить там пока организуешься уже и время закончилось да свободно вот поэтому я сейчас пойду настраивать мой станок ну и заодно покажу вам какой же следующий процесс у меня берется на быстрое отшивание работа большая станок большой очень сложно найти тот подходящий ракурс и освещение чтобы показать работу но я все-таки как-то настроилась пусть сейчас вам видна только основа не виден ли станок это не важно факт в том что после долгих мучений я все-таки приняла решение установить на станочек вот именно эту работу это мой сэмплер от фирмы анкор деревенские лошади как-то так он называется ну вообще точного названия у меня нет потому что это схема из журнала вышиваю крестиком спецвыпуск там была схема от фирмы анкор я нашла эту схему в интернете очень много лет назад давно хотела вышить этот дизайн и все вот как-то знаете начала долго откладывала потом все-таки начала что-то вышила и вот отложилась но в этом году у меня стартануло три совместных проекта один из этих совместных проектов это ветер в гриве где мы вышиваем лошадок на удачу и вообще из любви на удачу и для улучшения работы повышения по работе то есть разные приметы здесь но я вышиваю просто по любви так сказать люблю лошадок ну может быть и дому же пусть ему работается и получше еще да вот и был у меня такой спорный момент поставить на этот станок мою большую работу от сайта вышиваю.ru в поисках золота 2 но там огромная вообще основа там будет отдельное видео по этому дизайну и процессу вот из всего того что у меня стоит ближайшие планы это мой сэмплер он у меня был организован на обычные пяльца долго лет лежал прям в пяльцах вот я сейчас открыла прогладила и очень запросто все это натянуло но вот сейчас смотрю может быть еще боковую натяжку я применю хотя так в принципе достаточно хорошо все натянуло у меня возможно будет и боковая натяжка вот вышит у меня здесь первый сюжет достаточно он большой по размеру вот положили руку видите такой хороший сюжетик вышиваться будет сейчас второй сюжет такого же объема размера и вот здесь где есть уже первые крестики белым цветом вот там будет идти вышиваться лошадка центральная такая ну и выше много много разных сюжетов сейчас я хочу немножко сделать переорганизацию посмотреть что у меня с моими схемами заодно и вам покажу как обстоит дело обстоит дело смотрю сейчас и через камеру и вот так когда работа натянута как красиво все смотрится какие красивые какой красивый здесь сюжет он пока один вышит этот сюжетик но если я представляю как это будет смотреться конечно это просто супер основа здесь свайга кошель края я обрабатывала лаков для ногтей вот так покажу видите вот давно пользуюсь этим способом методом и очень очень удобно хочу я вам сказать просто без всяких заморочек лаком намазал любым оставил чтобы все подсохло и ничего не осыпается очень удобно вот так сейчас давайте я вам покажу что у меня с моей организацией ну вот хотела еще немножко показать вам поближе сам дизайн то что вышито у дизайна анкор очень мелкий подробный бэкстич особенно вот видно в траве лошадки все это видно видите и хочу показать вам карту фермы посмотрите какая прикольная там есть трактор есть овечки деревья домик и а вот эти штучки представляете себе морковки такие огромные но у меня не получилось их сделать морковками поэтому они здесь смотрятся не знаю наверно как деревья но сама проработка карты очень детально и очень прикольно все смотрится здорово правда классно смотрится да представляете когда будет вся работа какая будет красота ну что ж поехали все это время моя работа была укомплектована организована вот такую папку кстати очень удобно ну надоедает одни и те же как бы вещи хочется менять и вот для текущих процессов я использую вот такие коробочки они продаются у нас в магазинах для организации дома в икее есть подобные могут всегда найти вот эти папки тоже удобные для хранения и организации когда у вас много процессов я уже хочу от этого отойти от много процессов как-то хочется свести процессы к минимуму вот вот такая вот у меня здесь организация в принципе очень даже удобно и комфортно но может быть я буду здесь использовать органайзер для игл отдельный здесь у меня ниточки анкор все по ключу нитки яркие вообще сочные классные посмотрите вот такие здесь ниточки покупала пасмы и моточки и нарезала сама на пасмы вот и вот такие оттеночки две планшетки практически ну и здесь вот так припаркованы разберусь как я буду с этим работать вот но хранить буду точно здесь вот так дальше смотрим маммами я вот это та схема над которой я сейчас работаю то что буду вышивать такой вот кусочек нет полностью фрагмент да но дерево только у меня здесь не полностью отпечатано схема не четкая но жить можно у меня кстати есть схема в паттермейкере возможно буду вышивать по схеме из паттермейкера вот такие листы схемы вот эти такие будут лошадьки ну тут и в цвете и черно-белая ой я нашла описание ничего себе ага да интересные интересные мучки а у меня тут и в черно-белом есть вариант и в цветном но в черно-белом вообще она плохо считается вот а в цветном более-менее ну посмотрю может быть я распечатаю спеттермейкер или может быть буду вообще с программой и скорее всего буду печатать потому что сама схема не сложная здесь влазом можно все различить единственное нужно сделать покрупнее и почетче и можно все это вышить вышивается кстати очень легко так что у меня вот осталось еще дополнительные мотки и карандаш и сюда вот есть еще дополнительные моточки которые я еще не повесила анкоровский и маркер для разметки вот у меня в общем то все готово все вот так у меня теперь будет это все хранится и ставлю я обычно под станок эту коробку вот так коробку я обычно ставлю под станок и накрываю чехлом и все и все это у меня стоит на рабочем столе не пылится и компактно хранится все приступаю я к этой работе и соответственно буду держать вас в курсе показывать продвижение на этом у меня все это все мои новости этой недели надеюсь вы повышевали хорошо провели время ну хорошего вам настроения до новых встреч пока пока пока